всем привет сегодня у меня тема как научить собаку лайть ну вообще мне этот вопрос немного не нравится и хочется задать встречный вопрос зачем зачем вам нужно научить собаку лать ой ну ладно если вы готовите собаку к по где в курсе защиты собака должна облаивать фигуранту то по ходу дела она сама научится это делать или если она даже не научится мне не получается лентом такая тихо и и научат сам фигурант без которого вы в принципе никак не сможете обойтись ну и следующий если вы хотите чтобы собака типа охраняла двор почему говорит типа ну потому что лай это не всегда конкретная защита это скорее предупреждение может быть вам это и надо то тут дело временем как говорится в предыдущем видео если вы все мои видео смотрели то была тема такая насчет лая пересмотрите еще раз но есть собаки тихонь и тихушники как их только не называют или собаки супер устойчивая психика они как правило не обращают внимание на посторонних и на раздражителей за двором но если кто-то полез во двор часто такие собаки без предупреждения могут напасть да так тогда вам вполне опять таки же подойдет специалист если вы хотите все равно чтобы собака вот предупреждал то есть кавкала это же кино который научит собаку сначала предупреждать ну а если вам хочется хочется чтобы собака просто лаяла на проходящих мимо людей кстати часто таких людей вижу которые вот так и на узкие во чужой чужой там на всех вот уж и гавкала и гавкала гавкала не знаю нравится что людям так надо выяснить что является раздражителем для вашей собаки как проще ее заставить гавкать первый вариант если собака портировщик то проще всего ее к примеру привязать к дереву раздратовать на этот на портировку там потягаться с ней потом забрать у нее и над собакой и держать собакам может быть сначала будет прыгать а потом она не достает можете чуть отойти чтобы она все-таки не достала она раздражается начинает гавкать вы в этот момент говорите голос молодец хорошо да ну там какие вы команды как хотите это уже ваша или там чужой вот и собака прос только одну какую-то то есть холода значит кого с чужой значит чужой то собака запоминает и потом вы когда даже без апортировки или печите а пор ты говорите голос собак начнет гавкать вы и отдаёте это партировку как только гавкает ну то есть поощряйте она довольная как танкой в итоге она понимает что когда вы говорите голос надо гавкать ей тогда дадут поощрение все нужно подкреплять конечно и ну как говорится не все делается с первого раза дальше есть собаки пищевики ну а портировку не любят например поехали за пищевика пищевик собачки которые любят есть 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 и даже если с ваша собачка совсем не любит есть все равно ее можно сделать такой ну например она поголодает денек-другой ничего с ней не станет она не помрет не переживайте потом опять таки сможете привязать ее и этот кусок мяса там примеру держать над ней так чтобы она не достала и говорить голос только голос надо говорить так как будто вы сами гавкаете то есть голос голос да там вот ну как-нибудь так раздражительно чтобы она поняла что что-то не то и вот вот начало да если меня получится что она начнет гавкать опять таки хорошо молодец похвалили отдали кусок мяса вот собака опять запоминает это и делает команду голос даже уже без куска мяса но это со временем не надо сразу же убирать не поощрять то есть надо всегда сначала поощрять поощрять потом потихонечку убирать то то есть вот так вот тогда собака уже будет вас четко то что вы требуете делать дальше третий вариант это громкий звук ну раздражитель на пылесос на свист какой-то на гремение кастрюлями есть только ваша собака не из трусливых если она конечно трусливая то тут это уже тоже не поможет вот если она не трусливая и и раздражают громкие звуки то соответственно при долгом таком шуме она начинает гавкать а вы в этот момент ее как всегда поощряйте только сначала говорите голос голос она как когда вы ее поощряйте хорошо молодец но опять-таки можете дать ей вкусняшку за это и там выключить этот звук или даже вкусняшку не давать а просто перестать это делать то есть собака успокаивается и понимает что если она гавкает то этот звук отключится вот как то так то тоже это надо всегда подкреплять вот четвертый вариант дождитесь когда собака пока кому-то поводу залает и подбодрите ее хорошо голос хорошо повторяйте или чужой к примеру чужой чужой да там вот вскоре она поймет что в этот момент нужно гавкать есть еще варианты обучения собак ларить но это уже не ко мне я лично вообще не люблю собак гавкучек даже не гавкучек вообще когда они гавкают ну иногда да там раз там я люблю собак как называют тихушников таких с устойчивая психика которые но если только лает это значит предупреждают то есть вот когда щемится кто-то она там может погавкать или рыкнуть то есть вот предупреждение больше ничего мне даже нравилась собака у меня когда-то была которая вообще не лаяла но но достаточно было того что у меня табличка была написана что осторожен собаки да хоть и тихо во дворе кто-то пытается щемиться или еще что-то она подпрыгивала под два метра причем лапами задними она чуть бы не на заборе висела и такое иногда монотонная тихая там могла сделать гав но этого было достаточно потому что она здоровая и так прыгала высоко то есть уже никто не полезет и в то же время она не мешала никаким соседям не мне у меня во дворе хоть и куча собак была на тишина да нет я не говорю что конкретная тишина были собаки которые гавкали но я же говорю вот вот эти вот я прям обожала я не знаю почему будет пытаются собак научить вот light 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 зачем но если это нужно я же говорю по курсу дрессировки то там вам поможет дрессировщик если вам это нужно для охраны тула это не охрана если вы просто хотите научить команде голос ну тогда это другое дело да это можно научить команде голос ну и в то же время надо тогда и научить замолкать то есть чтобы не было это бесконечная гав 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 и надоедание соседи ну вот так вот я считаю а как вы считаете в общем пишите в комментариях и всем спасибо всем пока пока